МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ней участвовала и Хакасия. В республике на момент связи с Москвой было далеко за полночь. И уже были известны предварительные итоги голосования. Дмитрий Медведев отметил, практически во всех регионах, где прошли выборы глав, кандидаты получили необходимое количество голосов. Особенно премьер порадовался результатами в Хабаровском крае, Иркутской области и Хакасии. У вас действительно ситуация такая, что выборы были во все уровни власти. Это, наверное, сложнее, но, с другой стороны, что называется, сразу отмучились. И можно заниматься выполнением основных задач, которые стоят перед регионами. Поздравляем, потому что в целом результат, по-моему, достигнут весьма неплохой. Успехов! Сегодня Виктор Зимин, который был поддержан абсолютным большинством жителей Хакасии на состоявшихся выборов, поблагодарил всех тех, кто принял участие в голосовании, независимо от политических предпочтений. Дорогие земляки, спасибо всем, кто проявил активную гражданскую позицию и принял участие в голосовании 8 сентября. Выбор, который вы сделали, определит развитие Хакасии, республиканской столицы и других муниципальных образований. На ближайшие несколько лет. Благодарю всех представителей, ведомств, служб, кто участвовал и обеспечивал законность и правопорядок на данных выборах. Особые слова признательности хотел бы выразить своим сторонникам, единомышленникам, за поддержку партии «Единая Россия» и моей кандидатуры. Обещаю сделать все возможное, чтобы оправдать оказанное нам доверие. Я уважительно отношусь к выбору каждого избирателя и к мнению оппонентов, представляющих другие политические партии. Благодарю за конструктивный диалог в период выборной кампании и надеюсь на плодотворную совместную работу на благо родной республики и великой России. И к другим темам. Адвокаты отказались защищать обвиняемых в аварии на Сайно-Шушинской ГЭС. В Сайногорске продолжается крупнейший в Хакасии судебный процесс. Сама отвод взяли сразу несколько назначенных судом защитников. Напомним, в конце августа по настоянию потерпевших, помимо оплачиваемых адвокатов, за подсудимыми закрепили бюджетных с одной целью – избежать дальнейших срывов слушаний. Раньше они происходили из-за неявки основных защитников. Сегодня сайногорские адвокаты заявили, участвовать в нашумевшем процессе не могут, так как и без того загрушены судебными производствами. Вдобавок отказаться от защиты необходимо и из этических соображений. Якобы каждый из них в разное время консультировал родственников погибших. Даже приводят доказательства. Журнал обращений. Вот только пострадавшие уверяют – за помощью не приходили и подписи, не их. Ситуация дошла до абсурда. Первая запись датируется 21 августа 2009 года. Согласно документам, на прием к юристам обратилась мать погибшего сотрудника станции. Женщину в зале суда эти заявления практически довели до слез. В этот день она оплакивала сына и никак не могла даже думать о какой-либо юридической консультации. Хакасия готова принять эвакуированных с Дальнего Востока. Уже сейчас в республике ждут 70 человек. 60 из них – дети, которые будут размещены в Республиканском центре социальной помощи в поселке Майна. Остальные – люди пожилого возраста, для которых в Абаканском пансионате ветеранов уже готовят комнаты. Еще 20 прибудут, возможно, месяцем позже. Мы подготовили помещения, комнаты со всеми удобствами для их размещения. Я думаю, им здесь будет комфортно. Мы будем рады их принять, помочь им можем. И, конечно, согреем свои заботы, теплом, вниманием. Задействованы в размещении людей будут и медицинские учреждения. К примеру, участковая больница в Алтайском районе. А также образовательные училища и техникуму Хакасии готовы принять, в том числе, на обучение. Больше 200 молодых людей. Для тех, кто нуждается, планируется организация санаторного лечения на курорте озера Шара. Гранит науки по зубам даже юным исследователям. Школьники из разных уголков Хакасии собрались в Абакане, чтобы представить свои научные открытия. В первой городской школе прошла научно-практическая конференция «Козласовские чтения». Новый учебный год только начался, а этим ребятам уже предстоит выдерживать серьезный экзамен, принять участие в научно-практической конференции. В числе экзаменаторов не только учителя, но и преподаватели вузов. Это значит, оценка выступления будет максимально объективной. Я хочу, чтобы вы, наше светлое будущее, каждый год приходила к нам в школу со своими научными достижениями и открытиями. Мы всегда гордимся вами. Шестиклассница Настя Власова, специалист в области математики, уже второй год участвует в пызласовских чтениях. Сегодня будет рассуждать на тему развития математического образования в России. Математика не стоит на месте, то есть она все продвигается и продвигается и продвигается. То есть ей обязательно нужно знать историю математики, потому что не зная прошлого, мы не будем двигаться в будущее. Полина Ефименко, ученица 7 класса Абаканской гимназии, представила работу в секции «Общество знаний и права». Тему для исследования выбрала достаточно серьезную – молодежное, суицидальное поведение. Это вызвало заметное удивление у членов комиссии. Я смотрю телевизор, читаю газеты, и очень часто мелькает то, что несовершеннолетние кончают жизнь самоубийством. Мне стало интересно, почему же они это делают. В основу исследования легла и научная литература. Ее пришлось серьезно проштудировать. Это помогло составить вопросы для социологического опроса. Приведя социологический опрос в своем классе, я поняла, что теоретически в нашем классе есть люди, у которых могут возникнуть мысли о суициде. И поэтому хочу сказать еще раз – не совершайте глупости. Из 155 ребят комиссия определила 23 сильнейших, по одному в каждой секции. Достойно выдержала испытания, заняла первое место и Полина Ефименко. На память об участии в конференции останутся грамота, книга и положительные эмоции. Ваталья Гармашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Хакасская Республиканская детская библиотека приглашает любознательных и творческих на открытие мастерской «Создаем костюм, играя». О том, какой именно костюм можно будет создать, мы поговорим сразу после вестей в рубрике «Интервью». Сегодня у нас в гостях Марина Нербышева, один из организаторов этого проекта. А из новостей у меня к этому часу все. Удачного вам вечера и увидимся скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова